всем снова привет постараюсь опять коротко надеюсь что это видео которое я сегодня третье уже записываю выйдет намного позже после того как у нас все вот это вот вот это вот закончится это будет уже не нужно но тем не менее если все же это еще продолжается то соблюдаете безопасность гигиену чистоплотность мойте руки носите маски пусть даже если это минимально снижает риск минимум это лучше чем ничего и от нас с вами в общем то зависит насколько быстро у нас все закончится и мы вернемся к привычному укладу жизни а теперь о теме я не болею надеюсь что касается клемм обычные там одинарные какие-то клеммы но смысла особо рассматривать нет они естественно тоже них можно рассказать плюс-минус что-то но примерно они там одинаковые мы в итоге тоже сейчас перешли на феникс контакт хотя у них тоже есть не самые удачные решения и не самые удачные серии но здесь больше хочу рассказать именно о двух уровнях спрепроводником ком или они счет их называют трехуровневые потому что них есть контакт для п.е. фазного и нулевого проводника будем их называть трехуровневые да это не совсем правильно я знаю но так понятнее наверное и быстрее чем произносить двухуровневые спе проводником этих примем как трехуровневые как правило не у всех но как правило у них п.е. проводник берется с один рейки то есть для того чтобы мы на нагрузку подали п.е. то есть подвели подключили защитный проводник нам нужно взять его с один рейки а для того чтобы один рейкин был нам нужно подвести туда п.е. проводник тут не будем сейчас обсуждать тему относительно 1 2 класса изоляции счетов и там день рейка как это отделять нужно не нужны и прочее оставим это для чего-нибудь другого для какого-нибудь другого видео суть в том что они берутся с день рейки и в этом случае да скорее всего класс изоляции будет первым счетом но не суть что касается именно клеем какими мы пользуемся и почему и прочим когда мы там какое-то время назад только все это начинали делать и большую часть именно выполняемых задач когда нужны были именно трехуровневые клеммы как правило это вывод с автоматизации какой-то на клеммы оборудование там через контроллеры какие-то умные дома или просто нагрузку вывести на клеммы в этом случае ну логично использовать такого рода клемм тоже большинство в быту проводников это полтора два с половиной квадратных миллиметра и для того чтобы удобно их подключить можно использовать именно вот такие вот клеммы разного вида есть и вот бывшая бы башни феникс и вайд миллер пробовали и это хагеровские насколько я помню клеммы собственно что происходит ставится клемма щиты уже не раз мы показывали такие есть отдельно даже видео там без чего ставить сроки там подробно рассказывали почему клеммы сильно увеличивают сроки и увеличивают стоимость сборки и проектированием щита тем не менее вот можно использовать клеммы трехуровневые спе для нагрузок двухуровневые как правило используется для сигналов когда мы вводим сигнал на что-то потом вы должны вернуть в щит для того чтобы что-то какое-то оборудование которое нас становится распознала сигнал и уже выполнила свою какую-то функцию свое предназначение так вот клеммы использовали разные и первые были вот эти а бы башные еще на тот момент интерлег принадлежала бы бы не помню не суть в общем по сути а это были башны и честно говоря мне они сразу не понравились но тем не менее каких-то аналогов я тогда не искал и думал что да их немало кто использует и видели это в том числе и думали ну не просто штак а потом в итоге хорошо что так получилось ну на тот момент что компания продала этот завод и мы начали искать аналоги здесь во первых у них жутчайшая геометрия у этих клемм если их поставить по 2 это не очень видно на 2 клеммах но если их поставить там 5-10 в ряд будет видно что они абсолютно разные геометрии имеют они не не симметричны друг другу во вторых винты винты очень слабенькие да по моему здесь 0 4 нет на метра нужно крутить точно сейчас уже не вспомню и сути но у нас есть динамометрический инструмент очень много их срывает а если у вас нет динамометрический инструмент то точно сорвете много резьбы именно при поэтому винты они выпадают они вот так вот берешь или ставишь норовит выпасть но не выпасть отклониться вот это вот металлическая часть с винтом в общем они жутко неудобные перемычки тут делать этот вид их странная система не только кстати в интерлек овских есть такая система маленьких винтиков с проставками с шайбочками грубо говоря ужасная система неудобная все пальцы сломаешь пока это сделаешь в итоге в общем эти мы перестали использовать и еще выход вертикальный это тоже иногда в щитах важно потому что важный момент при использовании клемм вам нужно в бытовом секторе мы про подовой рассказываем то что мы в бытовом находимся если у вас там щит на монтажной плате здоровые как какое-то пространство так куча расстояния там от монтажной платы до крышки естественно можно хоть такие клеммы ставить но именно в бытовом секторе там стандартное модульное оборудование определенный размер между динрейкой до пластрона как правило он везде один я не помню точное значение но он везде один и нужно использовать клеммы которые помимо того что они сами встанут в электрощит и пластрон у нас закроется с заглушкой еще чтобы провода не мешали а соответственно если мы сюда полторашку или 075 подключаем им это один вариант потому что них радиус изгиба один и сама жесткость у провода одна когда два с половиной или четыре четыре тоже некоторые принимают это уже совсем другой и вот они торчат они этот пластрон с собой немножко начинают выдавливать это иногда на счетах прям видно поэтому с вертикальным вводом а здесь кстати не вертикальный здесь чисто горизонтальный но тем не менее есть именно с чисто с вертикальным где же они мне их к сожалению нет чисто с вертикальным вводом это вообще прям не подходит вариант а фениксовский мы использовали какой-то какие-то какая них серия есть вертикальными приложу фотку там прям очень было неудобно здесь чисто горизонтальный это хорошо даже здесь вот под углом они сделаны это тоже удобно но все-таки винтовой зажим в данном случае менее удобен чем зажим я не помню как он там профессионально называется есть пушин а есть она это на есть пушин по моему то есть надави и вставь это когда используется либо специальный инструмент либо отвертки но отвертки далеко не все подходит мы ей сначала засовываем совы и отгибаем часть который будет давить на проводник потом вставляем проводник вот здесь хорошо показано здесь вот видно вот он проводник в отсюда фиг вытащишь честно говоря прижим отличный сначала вставляем инструмент потом вытаскиваем почему нам в нашем случае не очень нравятся те которые вообще без инструмента то есть как знаете вага есть серия при в которой никакого инструмент не нужно просто вставил и все он там находится потому что все-таки в щите чаще всего он по крайней мере у нас и у многих других используется именно много проволочный проводник изгибаемый вот такой и когда это у нас там какие-нибудь 075 квадратных миллиметров или даже полтора или даже два с половиной вставить его с аншелышкой даже туда внутрь не схватив где-то прям здесь у основания какими-нибудь плоскогубцами грубо говоря это будет практически нереально потому что все-таки пружинка мощная у клемм и он будет всячески изгибаться и не будет хотеть туда вставиться дома нажилка то есть когда одножильно у нас провод там в общем наверное проблем не будет тем не менее это всегда нам позволяет также его просто вытащить потому что с тем наверное может быть там тоже есть такой механизм и честно говоря ни разу не пробовали это мое предположение потому что иногда в это не очень просто там вставить много проволочный без отжимов точно это будет ставить намного сложнее вот в итоге вот еще хагеровский тоже кстати неплохие но в итоге не помню по каким причинам решили остановиться именно на феникс контакте влад мюллерский тоже предлагали показывали но они как правило больше размер тут имеет значение и в итоге опять же нас более чем они устраивают и я не вижу смысла брать какие-то аналоги если они будут дешевле хотя это средняя какая-то цена среднерыночная нормальная абсолютно адекватная кстати говоря намного меньше чем оба бэшны бэшны 300 400 рублей по моему стоят эти стоят вот которые спе чего-то в районе 180 рублей ну плюс-минус я не помню там сидеть суперцена но дешевле точно вот хагеровский тоже неплохие но вот почему-то в свое время решили феникс контакт это серия стай самих клемм они абсолютно одинаковые что сигнальные что силовые вот они отлично встают вместе у них есть маркировка приложу фотографии сюда вставляется и сюда может вставиться пронумеровать клеммы тоже очень удобно получается опять же нас устраивает нам нравится и вам я думаю тоже понравится если вам нужно в обычные модульные щиты использовать клеммы попробуйте потом отпишите в комментарии и вообще пишите какими клеммами пользуетесь вы часто у нас спрашивают какими клеммы что за клеммы особенно в инстаграме часто пишут подписывайтесь обязательно там много чего выходит чего нет на ютубе и собственно я решил рассказать про клеммы что как зачем почему естественно тут вот где-то я и напишу артиклу и номера заказа этих самых клемм отличный клеммы и кстати вот этого инструмента тоже специальные сначала отвертками это все делали потом бы подумал что проще именно потому что здесь определенный все-таки должен быть шлиц по ширине для того чтобы он отлично сюда заходил и делал выполнял свою функцию и этот изгиб частенько действительно помогает когда ну работаем по сборке когда нужно что-то сюда вставить помогает вставить все так чтобы это было удобно отжать пружинку вставить провод вытащить и все у нас зажато ну в общем наверное все по клеммам вот они клеммы но это наши небольшие совсем малюсенькие складские запасики на всякий случай если вдруг поставка какая-то долгая будет так в общем все еще раз берегите себя пользуйтесь средствами защиты особенного сейчас если продолжается все что у нас собственно и было если вообще мы еще все живы я не знаю что будет когда это видео выйдет может она вообще не выйдет в любом случае мы работаем по проектам вопросов никаких нет по сборке да сейчас у нас есть определенные перерывы с поставщиками от связанные со сборкой самой и с передвижением по городу увы поэтому проект в любом случае можем сделать и сделаем поэтому пишите звоните если хотите качественный хороший современный электро щит на качественном надежном оборудовании но скорее всего это будет недешево хотя у нас есть типовые щиты которые мы стараемся минимизировать цены при этом используя лучшее оборудование все есть на сайте есть в инстаграме в контакте в одноклассниках во всех соц сетях подписывайтесь ставьте пишите комментарии пишите какими клеммами пользуетесь вы обязательно напишите чтобы если вы знаете аналоги именно вот плоских клемм с под углом выходом трехуровневых обязательно напишите будет интересно посмотреть может в итоге сами заменим перейдем на какие-то другие пока эти устраивают берегите себя своих близких и свою жизнь всем на связи пока и